ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти Шипованные автомобильные шины в России запрещать нельзя Об этом заявил председатель комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин Так депутат прокомментировал мнение о том, что шипы только портят асфальт Способствуя образованию глубокой колеи Парламентарий подчеркнул, что зимой водителям приходится передвигаться не только по очищенным трассам Но и по заснеженным дворам и переулкам по сельской местности Кстати, скоро в нашей стране должно появиться отдельное наказание за использование шин не по сезону ТРАССА СТО ОДИН Автоваз сообщил о планах по выпуску новых моделей, обладающих полным приводом Это может произойти через 3-4 года По словам руководителя предприятия Максима Соколова Трансмиссия легендарной Нивы давным-давно морально устарела Она неплохо себя показывает в условиях бездорожья Но в городском пространстве необходимы другие современные решения Ранее предполагалось, что технологию полного привода Волжский автозавод позаимствует у Рено ТРАССА СТО ОДИН Российские водители в целом не готовы к платным дорогам О негативном отношении к ним заявили более 70% участников опроса, организованного порталом Автомейл Одобряют взымание платы за проезд только чуть более 20% респондентов Остальные не определились Так или иначе, почти 60% опрошенных уже пользуются платными трассами Добавлю, очередная платная магистраль появится с нового года Почти одну тысячу рублей придется платить тем, кто объезжает Москву по скоростному диаметру ТРАССА СТО ОДИН Китайский Дон Хэнг начинает в России продажи премиального кроссовера Воя Фри По цене порядка 7-8 миллионов рублей Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой Состоящей из полутора литрового бензинового мотора и двух электродвигателей по одному на каждой оси Суммарная мощность почти 700 лошадиных сил Что позволяет разгоняться до сотни менее чем за 5 секунд Позже должны появиться чисто электрические версии кроссовера с запасом хода более 600 километров ТРАССА СТО ОДИН Представители знаков зодиака Дева, Лев и Рак чаще остальных попадают в ДТП Речь идет о водителях-мужчинах Такую закономерность обнаружили в одной из российских страховых компаний Хотя страховщики предупреждают Данные выводы ни к чему не обязывают А носят скорее развлекательный характер Среди женщин самыми аварийными знаками признаны Рак, Водолей и Скорпион Выявлена и еще одна интересная особенность Большинство автоаварий происходит в фазу растущей луны На этом все Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН До свидания ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН